Сейчас о прорыве трубы возле дома номер 12 по улице Киевской напоминают только ледяные следы и бригады рабочих, устраняющих утечку. Добраться до теплотрассы, ставшей причиной аварии, оказалось сложно. Слишком сильно промерз грунт, но специальный трактор с пилой позволит рабочим добраться до трубы. Приезжает вот такой механизм, как и бара. Пилой пропиливает, делает место работы, разграничивает, распиливает, чтобы экскаватору можно было спокойно вытащить вот этот промерзший грунт. Грунт складируется на КАМАЗы, вывозится. Ранним утром из-за прорыва без воды остались 6 домов железнодорожного района Самары. Аварийная бригада сработала очень быстро. За пару часов водоснабжение в пяти зданиях восстановили полностью. Не повезло только жителям дома номер 63 по улице Карла Маркса, которому и ведет прохудившаяся труба. Но для них дежурят специальные бойлеры с водой. Два бойлера стоят в этом районе для того, чтобы жители без воды не остались. Стараемся, чтобы этого не заметили люди, которые, например, на работе находятся или спят, наоборот, после работы. Как только бригада доберется до места аварии, станет понятно, насколько серьезен прорыв. Но рабочие обещают, в любом случае к позднему вечеру вода в дом вернется. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok